Друзья, всем привет! С вами Наталья и канал Садовые Фантазии. В сегодняшнем видео я хочу посвятить теме быстрой уборки осенью в саду. Многие из вас знают, что я человек работающий, и к тому же у меня такая немаленькая семья. На даче я бываю не всегда, поэтому буквально за осенний сезон я всего лишь второй раз выбралась на дачу. И у меня есть всего лишь несколько часов, чтобы быстро навести порядок в саду. Поэтому, друзья, если у вас похожая ситуация, у вас очень мало времени на уход за садом, оставайтесь со мной, и я поделюсь с вами тем, как быстро навести порядок в саду. Чтобы быстро провести уборку в саду, конечно, нам нужна современная техника. Я себе в этом году купила аккумуляторный кусторез, очень маленький и очень-очень удобный. Поскольку рекламировать теперь у нас ничего нельзя, а это, собственно, и не реклама, просто хотела вам дать совет. Но рассказывать о конкретном своем кусторезе, который приобрела, не буду. Вы можете приобрести любой, какой вам понравится, прочитав описание, послушав какую-то точку зрения. Если вам прям очень интересно узнать, какой я себе кусторез купила, напишите мне на электронную почту, я отвечу. Я всегда отвечаю. Что хочу сказать. Кусторезом работать одно удовольствие. Многолетники срезаю на уровне земли очень-очень быстро. И работа идет просто максимально быстро. Многолетники срезаю на уровне земли очень-очень быстро. Многолетники убраны. Не все. Очень много многолетников я оставляю. В общем, я об этом расскажу немножечко попозже. Пусть будет интрига. Но вот в данной части сада у меня растет котовник. Его здесь очень много. И чтобы не было замокания у этого растения, оно замокание не выдерживает. И в результате замокание может выпадать. Поэтому каждую осень котовник я срезаю прям вот на нет. Прям вот на уровне земли, вы видите, вообще ничего не осталось. И еще одно интересненькое дельте я сегодня сделала. Вот здесь между кустов гортензии, вдоль забора, где идет рядовая посадка. Я между котовника высадила луковичные, высадила нарциссы. Почему именно нарциссы? Потому что их не нужно выкапывать. И здесь они мне дадут весной такие необходимые яркие желтые пятнышки, которые я буду наблюдать из окна. У меня дом, смотрите, вот так стоит. И у меня мойка расположена около окна. И когда как раз я убираюсь в мою посуду, могу любоваться всей вот этой весенней красотой. Так, ну что еще у меня осталось? Смотрите, я не убираю листву опавшую. Вот там, где у меня посадочные места, я вообще не убираю листву. Считаю, это вообще ненужной затей, потому что вся эта листва, она перегнивает. Она улучшает состав почвы. Но вот с газона листья я обязательно убираю, чтобы газон не подпревал. Сейчас покажу, как сделать это быстро. Внимание, какой сейчас у меня довольно высокий газон. В таком состоянии, конечно, в зиму его отправлять нельзя, потому что он начнет вымокать. Поэтому сейчас я его срезаю. Уровень газонокосилки выставила на 5. И как раз заодно я соберу с газона всю вот эту опавшую листву. Еще можно воспользоваться садовым пылесосом. Я так часто делаю, просто загоняя листву на посадочные места. Но садовый пылесос у меня не заряжен. А приехала я всего лишь на несколько часов, поэтому буду сегодня работать газонокосилкой. Газонокосилка. Газон к зиме готов. Листва убрана частично. Но это как бы нормально, потому что если есть желание убрать совсем, то нужно более низкий режим газонокосилки выставлять. Я боюсь навредить своему газону, его нельзя под зиму очень коротко обрезать. Поэтому оставляю так. Хорошо бы, конечно, сейчас пройтись садовым пылесосом и сдуть всю вот эту оставшуюся листву на посадочные места. Но у меня такой возможности сегодня нет, поэтому это дело я доверяю своему помощнику. Знаете, кто у меня самый главный помощник в этом деле? Ветер! Ведь у нас же участок открытый, на западном склоне расположен. А в средней полосе России господствуют западные ветра. Так что ветер снесет всю эту листву сам на посадочные места. И я ему за это буду очень благодарна. Так, а я побежала работать дальше. У меня есть еще одно важное дело. Еще одним советом, как уменьшить работу в саду. Смотрите, существуют многолетники с крупной листвой. В основном эти многолетники относятся к тени любивым, которые я не убираю в саду. Ни осенью, ни даже весной. Смотрите, хосты, остильбоидосы, остильбы, бузульники. Как только мороз ударит по их листве, смотрите, они кладут свою листву на землю. И за зиму вся эта листва истливает, превращаясь в лесовой перегной. Таким образом, мы не только уменьшаем работу в саду, но еще и почву улучшаем. Вы не представляете, здесь у меня была раньше глина, оставшаяся от стройки, а теперь у меня здесь прекрасная рыхлая почва. Ну и, конечно, чтобы не... Я имею социальное доказательство. Давайте заглянем вперед и посмотрим, как листва вот этих тени любивых многолетников выглядит в мае-начале июне. Еще один момент, как я уменьшаю работу в саду. Я в теневом цветнике не убираю листву, довольно крупную листву от многолетников. От таких многолетников, как хосты, остильбы, аквилегия, бузульники. В общем, я абсолютно не убираю в них листву. И это сейчас очень хорошо заметно. Посмотрите. Вот проклевываются носики хосты, и видно, что старая листва вся лежит на земле. А здесь сейчас просыпается остильбоидес, и также видно, что вся листва его лежит на земле. Я думаю, что для садоводов-перфекционистов такой способ не подойдет. Давайте еще с вами посмотрим на остильбы. Тоже хорошо видно, что все прошлогодние побеги, вот они все лежат на земле. Ну и здесь также хорошо видно, что хосты просыпаются, а прошлогодние листья все лежат на земле. Для меня этот способ идеален. Этот способ для меня идеален, потому что действительно очень сильно уменьшает объем работы. В то же самое время, уже буквально в июне, этой листвы будет не видно. А вы скажете, ну, как можно оставлять больные листья, поврежденные? Ну, я не знаю, у меня больной листвы нет. Листья все здоровые, они очень быстро перегнивают. И уже в июне, да, вот если поднять листья хоста и посмотреть, что там под ней, вот всей вот этой прошлогодней листвы уже не будет. И довольно быстро отрастающие молодые листья, сначала вот они эту листу закрывают, а потом она уже и перегнивает. Но не со всеми растениями так можно, к сожалению, делать. Какие-то растения надо обязательно обрезать. А вот такие, типа хоста, остильпа, бузульников, такие вот крупные листья, я их оставляю и пользуюсь вот этим вот способом. Что нужно сделать, убрать цветоносы. Я обычно это делаю весной, потому что они настолько твердые, практически одревесневевшие. И, конечно, перегнить им будет довольно сложно. Я их убираю. Ну, а вот через эту листву все растения, включая луковичные, прекрасно прорастают. Да. И многие из вас скажут, ну, вот Наталья, растения же болеют, там же инфекции, все такое прочее. Друзья, у меня в саду растения не болеют. Если в вашем саду растения болеют, значит, что-то вы делаете не так. Занятие на сегодня. Я сейчас пойду в огород. Там меня ждут растения, которые мне нужно сохранить до весны. Они в контейнерах. Все эти растения весной я, конечно же, предложу к покупке вам. Ну, а сейчас мне нужно устроить им грамотную зимовку. Поэтому я сделаю для них прикоп, уложу под углом 45 градусов, накрывать ничем не буду. И таким вот образом они будут зимовать до весны. А весной уже, когда я смогу убедиться в том, что они прекрасно перезимовали, я снова предложу их вам. Вот такая вот сегодня, друзья, у меня получилась прогулка. Нет, это не прогулка. Это один день со мной, с человеком, который приезжает на дачу на несколько часов и спешит все сделать очень-очень быстро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok